Музей-заповедник Мы очень много берем друг у друга. Потому что каждый музей идет каким-то своим путем и нарабатывает решения, которые для других являются таким даже открытием, знаете. И у меня есть чему поучиться в горках ленинских. Я вот уже сегодня увидела вещи, которые хочу немножко позаимствовать. Ассоциация возрождения исторических садов и парков активно поддерживает контакты с зарубежными коллегами. Джессика Морган – представитель английского благотворительного фонда, который занимается охраной объектов культурного наследия и природы. На конференцию она приехала обсудить способы привлечения посетителей в исторические парки. Мои первые впечатления от России, от Москвы – это абсолютно фантастическое место. Здесь по-настоящему богатое культурное наследие, потрясающие парки. Для меня это очень интересная и познавательная поездка. Не случайно именно музей-заповедник Горки-Ленинский принимает у себя столь авторитетное мероприятие. На почти 10 тысячах гектаров здесь ведется не только серьезная историческая, но и парковая работа. Оценить усилия специалистов без труда может любой посетитель музея-заповедника. Сегодня это и музейный центр, и комфортное место для отдыха. Мы как участники Национальной Ассоциации Возрождения Исторических Садов и Парков являемся достаточно ее активными участниками и продвигаем идеи сохранения ландшафта, парка, экологии. Это отдельная тема, тема отдельная от истории усадьбы, отдельная от истории Кремлевки, от того здания, в котором мы сегодня с вами находимся, потому что она интересна с точки загранения вообще всего человечества. Ведь сохраняя природу, мы с вами живем. Ежегодно в Национальную Ассоциацию Возрождения Исторических Садов и Парков вступает 2-3 новых музея-заповедника, а подобные научно-практические конференции проходят не только в России, но и в других странах. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.